Девушки отдыхают 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 Это было все в таким деликатном, непресадзом, как бы, плынью лабедя. То и теперь до этого интерпретация... Ну и, конечно, никто уже не поменял, что голос не является Эдит Пиаф, что акторство, как бы, не на высшей пути, но и не играя в драматичных сетках. На этом, мне кажется, полега феномен Ордонки, что она потратила из этих kilку элементов сбудить. Вспания, что каждый ее номер был выражением. Каждый. Чтобы оповiedzieć о початку этой незвыклой истории, musimy выбрать się do Сосновца, а потом в часе о понад 70 лет. Мой струй, Владислав Лукасевич, был премьерным актором. Он жил в Краснодаре. По его смерти, мы поехали с моим татом до Краснодара, потому что по струю осталось место, как масса спадковая. И когда мы там были, в определенном моменте, я увидел в таком шаре папире шаром клик «звык». И спрашиваю себе тати, что замерзаю сделать с этими фотографиями. И мой отец говорит, что я себе «все, потому что они будут уничтожены. И поэтому я собираю эти фотографии. И так прележали мне 27 лет. От часа до часа заглядал, и посмотрел, без специальных эмоций. В первом моменте даже не знал, что там есть Ханка Ордоновна. Может, потом, когда я виделся, там было несколько фотографий с ее собственными дедикатами и подписами, поэтому это было для меня тоже улучшение. Один раз гостилию здесь коллегу. И я говорю, что я думаю, что мне такие фотографии, очень интересные, что я покажу. И просто скотатировал меня с нашим знакомым, Андреем Завицким. Мои нащмельские оценивания приросли факт 1, что было это особенное архиум. Ханна Ордоновна заверало аж 281 позиции. Мяло характер очень особенный, потому что это не были только ее издевтия в проекте всей карьеры сценарной в эпоху международного театру и кабаретов, но также рекензии и выступов, масшенописы, рэнкописы, и то, в рамках цимелия типа выцинки прасовые, какие-то карьеры Агреты Гарбо, м.ин. оттарганы из энциклопедии интересующие ее фрагменты, например, группы Наполеона, или святыни Адельф. Ну, что-то красивое. По-просто, это свидетельствует о том, что это была ее прыватная, фактически, властность. И это было с ней без вонтпения огромным. Ствердили, что это может иметь большую важность. И оказалось, что я не помылила. Открытие незнаного архиум Ордонуны отразу стало sensацией. Появили оферты купна от институкций и прыватных коллекционеров. Остатки, целый збиор тратил до Кракова, в котором акторка выступила через несколько сезонов. Краков, 1932. Слышный театр им. Илужа Словакего ма проблеми финансовые, артистичные и фрагменты. Илуж Остерва. Великой, генеральный актер, амант, творца редуты, легенда польского театра. Но, нистете, публичности только через полтора месяца ходили на спектакль с его удовольствием. Позже, от половины фрагмента снова спадали. Ханка Ордонуна была помыслом на поправение ситуации также финансовой, касовой театру Словакего. М. для того, не только с поводов особистых, не только по то, чтобы Ханце Ордонуне дать шансе стать актером драматичным, а также по то, чтобы помочь театрови Остерва запросил. публичности Ордонуна публика предотедателем публика и когда хотите оставить анонимовым, он радует нам свою коллекцию. Возвольствия это, история предотедателя театра, это еще очень важный элемент истории политического кабарету lat międzywojennych, bo раз, że są удokumentowane в większości важniejsze role Ordonовны в кабарете, с моментов współpracy с театром Osterwy, с кабаретами warsзавскими, с Бандой, с Cyrulikем, с выступом на сцене в Лублине, в Кракове, то все там появилось. До этого нужно еще добавить zdjęтия слубные. Автентичные zdjęтия слубные, которые люди sobie вешали над лужком, оправленные. Она с мэжем, храбиум Михаэм Тушкевичем. Может не была збыть пьяком в појнчу дизейшем, но на певно мяла святную, пласточную тварь. Там са съемки от слодки наивны, аж по съемки типово дюшессы, в Йедвабиах, в тюлах, в коронках. Цауе множество капелусы, как то у ней. З капелусами вяжется та история, что по-просто загошалася несчащливее в Янусу Сарнецким, но и, кида застала через него порзукана, стрелила себе в голову. От той поры носила близнэ и стон те капелусы, и способ ей фрызур. Музыка. 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 Как мастаром, модный крой. Я думаю, что она была добрым часом и добрым моментов. Она тоже вокруг себя, с уверенностью, людей, которые попроводили ее на правильную дорогу. Потому что о ней мы знаем, что на самом деле тащила, что старалась быть актером и что кто-то позволил ей зашпевать. Те же это был, подобно, не слишком счастливый, но час минал и по некоторым летам, деки, наверное, talentу и какому-то упору, стала себя великой звездой polskей песенки. Здесь мы с собой разложены плыты грамофоновые, гумно те оригинальные, с начала лет 30-ти, с конца лет 20-ти, которые уже являются доводом на то, какой был кунст пенсионерский. Хотя надо взять под внимание, что это была совершенно одна школа спиеву, одна школа песниарства, одна школа выразов, интерпретации. Мы должны быть до этого сближать, в какой-то способ, чувствовать себя в ту манер, чтобы действительно понять Ханка Ордону. Но по-за-тем, мы должны иметь pewного рода фильтр в уху для характеристики технической тамтих наград. То есть zupełnie иный дзвенг. Уважаем, как зберач и коллекционер этих плыт, что за старыми плытами, старыми наградами нужно развивать себя. А тогда они нам могут показать свой урок, в дзенг. И тогда Ханка Ордону зашпиева для нас своим голосом. Моя мама, можно бы так сказать, была по той самой стороне куртины Цоханка Ордонуна, хотя бы о добре, может 10 лет младше, выступала на этих самих сценах. Конечно, Ханка Ордонуна была великой гвяздой. Моя мама была танцеркой только и досыть быстро скончила свою карьеру, но она памятала ее. Отец мой выружнял Ханку Ордонуну, прежде всего, за дикцию. Моги, что ей выставило спевать без микрофону в заpełненной великой сале Филхармонии Варшавской. Ей, которая посидала невелкий голос, то не был голос dużего волумену. Но interpretации были помысланы и доprасованы так прецизно, что каждый в дальнейшем рзенде слышал каждое поведенческое слово. Моя голос интригующий в нижших партиях и в этом обычном модулировании, в приходе с октавы на октавы, выжжей, нижей. Того никто не делал бы из песниарек предвоенных. Это было ее специальностью. Свои первые плыты Ханка Ордонуна награла в родственной витвёрне warsзавской о названии «Сырена». В 1927 году, здесь мы как первая плача, оригинальная плача «Милощи, вско-вско-выбачи», в 1933 году. Награние равнолегно часово до ее фильмов «Шпиег в маске», где она тоже песенка спела. И песенка, которая всех нас так захвыта до сегодняшнего дня. «Где покохашь так мощно, как я, так ткливее, жарливее, так генки, до остатка, до шалу, до дна, подпадай мне втеди и грех». Ханка Ордонуна в 1933 году уже была так знана и так славна, что даже те, кто ее не видели, о ней въедели. Фильм учитывал одно, что фильм просто ее распропагировал. Что в Львове, 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 Кракове, Катовицах, где-лик, видзови могли увидеть, как на правде выглядит Ханка Ордонуна, как спевает и как танцует. «Ходи ж жем цепло распачи, что есть покрута и зла, «Ходи ж жем цепло распачи, «Ходи ж жем цепло распачи, «Ходи ж жем цепло распространено, «Ходи ж жем цепло распачивала, «Ходи ж ж ж тем цепло распачивало, «Ходи ж жем цепло распространено». С армией Андерса вышла из Звезды Радзецкого и отбыла целый этот шлаг через Иран на Блиски Вскуд. Была тоже в Индии, в последнем окресе жизни. Прежде всего, опекала себя детями polskих родин, прежде всего, детями без родин, сиротами. Смертла в Сырии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...